На чаше весов, безопасность людей или гуманность по отношению к животным – проблема бездомных собак в Сарове обсуждается уже давно. За прошлый год зафиксировали 74 жалобы, поймали 156 особей. Часть вернули обратно, часть осталась в питомнике. На Домском комитете разгорелись жаркие споры на тему того, как можно убрать злых безнадзорных собак с улиц и где их содержать. Одним из камней преткновения становится признание конкретного животного агрессивным. Какой-то отдельной компетентной комиссии для этого нет. Сейчас происходит каким образом? Мы взаимодействуем с ГБУ, если действительно к нам поступает сигнал, что покусала собака, есть подтверждающие, что это агрессивно ведет. Мы выезжаем и совместно с ГБУ принимаем решение. Мы признаем ее агрессивной или признаем неагрессивной. Она завтра покусает. Кто будет нести ответственность? Задача комиссии, я так понимаю, признать агрессивной и ее... Нет, вот я говорю, мы ее не признаем агрессивной, а она завтра покусала. Где наши полномочия этой комиссии? Кто будет нести ответственность? Там критерии очень спорные. Вообще критерий нет. По области нет ни одной такой комиссии. Хотя еще с прошлого года регионам позволили самостоятельно регулировать и решать проблему бродячих животных на законодательном уровне. Сейчас саровские специалисты после обращения жителей ведут поиск бездомных собак. Фиксируют факты агрессии. Мы просим конкретно обрисовать то животное, которое проявляет агрессию. Обычный человек в такой ситуации пугается. И он просит, и он реагирует на всю сталь. А конкретно выделить то животное, которое именно проявляет агрессию, иногда не получается. Поэтому очень важна обратная связь. Не просто я увидел собаку, она залаяла, и это агрессия. Это одно. Когда действительно бросается, рвет одежду, это другое. Госветуправление регулярно работает по программе ОСВВ, в которую входит отлов, стерилизация, кастрация и выпуск. Если собака проявляет агрессию, проводится повторный отлов. Она отправляется на содержание в приют до 90 дней. Спустя это время специалисты оценивают поведение животного. Если собака продолжает бросаться на людей, ее оставляют в приемнике пожизненно. Но количество таких собак растет в геометрической прогрессии, а вольеров не так много. Может быть, от нас эта инициатива пойдет. Но многие регионы уже пытаются ввести законную экстаназию для тех животных. Которые, ну, допустим, взять, если наш приют, который был, да, там животные содержались уже, самый короткий срок был 5 лет. То есть 5 лет и старше. Ну, сколько можем будет? До 20 лет будем держать. Будем копить. 5 голов, 10, 20, 30, 100. Эвтаназия бездомных животных по закону разрешена в Бурятии, Тыве, Астраханской и Магаданской областях, Алтайском крае, Чукотке и Забайкалье. Именно там обстановка с бродячими животными достигла накала. Кто-то эти нововведения приветствует, другие выступают против них. Но заниматься проблемой однозначно надо. К такому выводу пришли депутаты. Они решили продолжить обсуждение в рамках рабочей группы. А также отметили, что огромную роль играет осознанность владельцев собак, освещение острого вопроса в СМИ. Дарья Козина, Руслан Лапшин, Евгений Ивашенко, Служба новостей, Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова